Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Теперь готов рыть окопы. Мужчина, который собирался взорвать администрацию Рубцовска, хочет искупить свою вину. Порядка двух тысяч жителей края в прошлом году узнали о своем положительном ВИЧ-статусе, где можно сдать тест быстро, анонимно и бесплатно. Избыточный вес помешал мужчине улететь из Барнаула в Москву. Пассажира сняли с рейса сотрудники полиции. Но сначала к срочной новости. Сегодня в Барнауле убили 18-летнего парня. По предварительным данным, трое молодых людей в квартире многоэтажки по улице Матросова употребляли наркотические средства, в ходе чего одному из них нанесли множественные ножевые ранения. А после мужчина с ножом выбежал на улицу города, где его задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Сотрудники Следственного комитета проводят неотложные следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подробнее в следующих выпусках. Ну а пока. 5 и 6 марта в Алтайском крае, как и по всей России, проведут масштабное учение МЧС. Специалисты пройдут подготовку в преддверии паводка и пожароопасного сезона. Практически все регионы будут принимать участие, за исключением только новых территорий. Все, что касается учений и результата учений, будет доложено президенту Российской Федерации. В ходе учений в регионе отработают такие сценарии, как оповещение населения, организация жизнеобеспечения, например, вопросы оказания финансовой помощи людям, пострадавшим от стихии. В масштабных мероприятиях примут участие федеральные министерства и ведомства, которые входят в единую госсистему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отметим, ранее эксперты уже говорили о том, что в этом году в регион может прийти большая вода. Готов рыть окопы, чтобы искупить вину. Так сказал в интервью федеральному агентству мужчина, который планировал взрыв на центральной площади Рубцовска в день города. Обвиняемого в подготовке теракта задержали в 2023 году. Завербован украинским движением со мной связывался некий... Давал мне инструкции, как сделать взрывчатое вещество. 35-летний мужчина рассказал, что его завербовали, когда он прятался от мобилизации за границей. Взрывчатку для теракта на центральной площади Рубцовска он планировал замаскировать под ведро с грибами. По заданию кураторов, мужчина должен был также взорвать здание администрации Рубцовска. Позже он признался, что силовики задержали его вовремя, так как, скорее всего, представители террористической организации собирались взорвать и его самого. В квартире задержанного обнаружили полтора килограмма взрывчатого вещества. Ему предъявили обвинение за незаконное хранение взрывчатых веществ и покушение на совершение теракта. В интервью федералам задержанный признался, что полностью раскаялся. «Если у меня будет какая-то возможность искупить свою вину, хоть малейшее, перед страной и так далее, я, конечно, может быть, о странных вещах сейчас скажу про СВО с такими-то статьями, но, скажем так, автомат мне, конечно, никто не доверит, но АПАТу, может быть, и доверят. Можно копать окопы, скажем так, в ТУ, и это будет тоже пользой». И к другим темам. В прошлом году в регионе выявили порядка двух тысяч заболевших ВИЧ-инфекцией. Порой о своем диагнозе человек узнает спонтанно, например, с помощью экспресс-тестирования. В Барнауле как раз накануне открылся кабинет, в котором можно быстро и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Подробнее в сюжете. 15 минут легкого волнения и тест готов. Через кабинет экспресс-тестирования в Алтайском центре по борьбе со СПИДом сегодня прошли уже десятки жителей города. Врачи говорят, такой формат наименее травмирующий мероприятие для пациента, ведь ему не приходится ждать результат сутки или несколько дней. Быстро, бесплатно, анонимно и даже не больно. Да, я даже не понял, как мне проткнули и все. И берут каплю крови и на тест. И ждем 15 минут. Если одна полоска, то отрицательно. Если где-то положить. В моем случае отрицательно. Сказали, чтобы продолжал в том же духе, предохранялся. Стараюсь давать каждые полгода. Потому что у меня, как вы видите, имеется фактор риска. Человек с сатуировками у меня имеется, персинг. Рука тут, тут на ноге, тут имеется. Тут шея и спина вся. Попасть в кабинет экспресс-тестирования можно каждый понедельник, среду и пятницу с 8.30 до 4.00 часов. Во время сдачи теста специалисты напомнят о путях заражения ВИЧ, развеют мифы. Ведь зачастую даже у взрослых людей не всегда есть точное представление о том, как передается вирус. Кстати, в прошлом году с помощью мобильного комплекса экспресс-тестирования свой ВИЧ-статус узнали 2,5 тысячи жителей края. За последние годы мы, конечно, постоянно практикуем экспресс-тестирование. В Алтайском крае у нас две формы. Первая – это выездная форма с использованием нашего мобильного комплекса по тестированию, который курсирует по всему краю с определенными локациями, заранее обозначенными, анонсированными. А второй вариант – это вот такой стационарный вариант экспресс-тестирования, когда в указанные часы, в рабочие дни все желающие могут к нам прийти и, соответственно, узнать свой ВИЧ-статус и получить информацию о профилактических мероприятиях. В прошлом году в крае выявили 1809 случаев заражения, а всего в регионе проживает порядка 20 тысяч пациентов с положительным ВИЧ-статусом. И эта цифра закономерно увеличивается с каждым годом. Больше почему? Потому что каждый год мы выявляем новые случаи, и по итогу 2023 года выявили вновь лица с вновь установленным диагнозом порядка 1800. Это тенденция последних трех лет – 1700-1800. Наша терапия позволяет пациентам сохранить жизнь, и, соответственно, вот эта цифра живущих ВИЧ, она естественным образом накапливается. А еще эксперты предполагают, что в реальности эта цифра 20 тысяч на весь регион может быть в 2-3 раза больше. Экспресс-тестирование – хороший повод, чтобы убедиться, что вы не находитесь в числе тех, кто пока в тени. Чем раньше выявить болезнь, тем больше шансов на обычную и даже долгую жизнь. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Антирекорд по числу новорожденных побил Алтайский край в 2023 году. В регионе родилось минимальное число детей за всю историю ведения статистики в крае. Об этом рассказал кандидат географических наук и доцент кафедры экономической географии и картографии классического вуза. Информагентство МИТЭЛ «Специалист» рассказал, что с каждым годом в регионе все меньше и меньше новорожденных. А в 2023-м цифра по новорожденным опустилась до 16 661. Это, можно сказать, критический показатель. Даже в 90-е годы рождалось больше детей. По словам эксперта, нежелание рожать – не единственная причина такой статистики. В Алтайском крае в принципе сокращается население, самих женщин становится меньше, да и в активном репродуктивном возрасте сейчас находится как раз поколение малочисленных 90-х. Есть и другие факторы. С целью повышения рождаемости власти делают акцент сегодня на ценности семьи и материнства. К другой теме. Их задача – наблюдать за прозрачностью выборов. Соглашение о сотрудничестве во время проведения голосования за президента России сегодня подписали Общественная палата региона и представители 16 некоммерческих организаций. Подобное соглашение они заключают не впервые. Штаб общественного наблюдения за выборами работает в Край уже пятый год. Подробнее узнаем в сюжете. Представители Союза женщин, детских и подростковых организаций, Краевых профсоюзов, Союза армян и еще более чем 11 некоммерческих объединений планируют следить за ходом проведения выборов президента России. На каждом избирательном участке в городах и районах края в течение нескольких суток будет работать минимум по одному наблюдателю. Проводили целые тренинги даже, как реагировать на различного рода нарушения, как определить нарушения технических характер, либо может повлиять на выборы. Но в любом случае наблюдатели сориентированы, что при любой непонятной ситуации они тоже связываются с общественным штабом наблюдения за выборами. У нас будет работать телефон горячей линии, у нас есть видеонаблюдение, и не менее 10 круглосуточно будут находиться операторов мониторингового центра. Мы уже перед соглашением, конечно, проговаривали и с общественной палатой, наше сотрудничество, наше взаимодействие, это единый штаб в библиотеке имени Шишкова, есть там и наблюдатели, и будут, конечно же, я так понимаю, какие-то острые телефонные звонки, на которые мы будем реагировать быстро, мобильно, и, конечно же, помогать в этом. Главная задача подписанного сегодня соглашения – провести максимально честные, открытые и прозрачные выборы. Важный итог, как их проведение, будет подано в СМИ. Сейчас все знают, что мы живем в век информационных войн, и выборы президента здесь – это лишь одно из сражений. Мы должны его выиграть, мы должны показать всем людям и убедить всех людей в России или за пределами ее, что ваши выборы прошли легитимно, законно. Каждый факт нарушения, в том числе и в социальных сетях, наблюдатели будут фиксировать и отрабатывать. К примеру, в сентябре на выборах губернатора четыре материала были направлены в Главное управление МВД по Алтайскому краю, еще четыре – в прокуратуру. В основном нарушения касались незаконной агитации. Телефон штаба общественного наблюдения за выборами на ваших экранах. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День, Столкам. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверяет данные о происшествии с пассажиром, которое случилось в самолете компании «Победа». Авиакомпания отказала в обслуживании пассажиру рейса «Барнаул-Москва». Мужчину сняли с рейса сотрудники полиции, которых вызвали бортпроводники. Причина произошедшего – якобы тот факт, что пассажир оказался слишком полным. Он не смог пристегнуться и отказывался пересесть на другое место. Для таких случаев предусмотрен удлинитель до ревня. Однако правило запрещает его использовать на местах около аварийных выходов, одну из которых и занимал пассажир. Мужчина бурно отреагировал на просьбу проводников, допустив использование нецензурных слов. Сейчас по данному факту началось разбирательство. Будет дана оценка действиям сотрудников авиакомпании. Под барабанную дробь. Компания «Адолин» громко и с размахом отметила важную веху в строительстве жилого комплекса на улице Семенова. Ключи от квартир получили первые жильцы дома, аналогов которому в Барнауле нет. Комплекс даже при подъезде к нему привлекает внимание необычной световой гаммой и панорамными окнами. Кто будет жить в стильном, модном и комфортном ЖК и чем он уникален – расскажем далее. Масштабно, громко, задорно. Под барабанную дробь ключи от ЖК еще не вручали. Причем сдали дом на Семенова на два месяца раньше срока. Сделали выбор в сторону Адолина. Было очень много плюсов у них. Ну, первый из них – это то, что остекление. Все-таки у нас в городе такого мало где найдешь. Французские балконы. И очень большой плюс – это отопление, которое идет разводка именно по полу. То есть вот для нас это прямо было… Обладательница ключей от нового жилья Екатерина Пономаренко даже фирменный торт застройщику преподнесла. На вкусном подарке в цвете – копия уникального ЖК. О квартире в комплексе на Семенова семья Екатерины мечтала с момента начала строительства. С этим застройщиком как бы не первый раз. Мы работаем, приобретаем жилье, знаем, как строят. Очень качественно и надежно. И постоянно удивляет. Здесь урбан-виллы, все оформлено. Просторные большие террасы, большие окна панорамные. Окна – одна из главных изюминок комплекса на Семенова. Свет буквально льется в квартиры сквозь огромный от потолка до полостеклопакет. У Сергея Сатюкова большая семья, их четверо. Поэтому жилье изначально планировали просторное с двумя санузлами. С маленькими детьми это особенно важно. Жекана Семенова сразу вызвал интерес. Знаете, мы смотрели еще другие комплексы. И вот этот смотришь, и прям хочется в нем жить. Вот это ощущение, что «О, это мое». Для нас еще важно, что вот в этом районе, который большой микрорайон, очень комфортный, очень развитый. Здесь много всяких кафешек, спортивных центров, садиков. Инфраструктура просто, на мой взгляд, самая лучшая в городе. А еще здесь классная площадка для ребятишек. Она выполнена из экологически чистой алтайской лиственницы. Вообще в доме и на придомовой территории все продумано до мелочей, говорит руководитель проекта и архитектор ЖК. Огромная подземная парковка, просторные кладовые. Стоит лишь спуститься из квартиры на лифте. Вообще прогуливаясь по комплексу, создается ощущение, что находишься в дорогом отеле. Декоративные элементы и фурнитура под золото придают интерьеру настоящий шарм. Хочется сказать и об уникальной защите для лифтов. Это специальная разработка по индивидуальному заказу «Адалина». При изготовлении использовали негорючий и качественный материал. Здесь куча преимуществ. Во-первых, это опрятно и аккуратно выглядит. Во-вторых, на этом очень плохо пишут маркеры и ручки. Ну и в-третьих, туда не приклеят никаких объявлений. То есть лифт в таком виде будет служить до тех пор, пока люди не закончат ремонт. Собственная идея создания ЖК на Семеново и заключалась во внедрении новинок в строительство многоквартирных домов. Сейчас компания «Долин» уже могут сказать, получилось как в столичных городах. Большая часть квартир уже раскуплена, а во второй очереди еще можно выбрать интересные варианты. В Алтайском крае планируют активно развивать так называемые креативные индустрии, сферы деятельности, в центре которых творческая деятельность. Данный вопрос сегодня обсуждали на заседании Совета Краевой общественной палаты. Креативные индустрии – относительно новое понятие, которое объединяет творчество, культуру, экономику и технологии. Продукты такого сегмента экономики – фильмы, оригинальная одежда и еда. Всего сектор креативной экономики насчитывает 16 направлений, в том числе искусство, дизайн, моду, компьютерную графику, анимацию, урбанистику, кино и другое. С 2022 года с целью развития креативных индустрий по всей России стали открывать центры прототипирования. Один из них находится в Барнауле, в Институте культуры. На базе центра создания созданы видеостудия, студия звукозаписи, графики и анимации. Новый центр призван помочь развить местные таланты и создать творческий кластер. Когда мы говорим про какие-то успехи наших творческих, талантливых музыкантов, певцов, то мы сразу же добавляем, ну сейчас он живет в Москве или живет в Санкт-Петербурге, потому что назвать звезд, которые проживают в настоящий момент в Барнауле, мы не можем. Вот наша задача как раз менять эту ситуацию. То, что есть определенные истории, или должны создаваться истории, когда мы на территории Алтайского края сможем не только их создавать, но и будем создавать такую инфраструктуру, которая сможет из них все удерживать. Вот эта вот задача как раз развития кластеров креативной индустрии. Успешный пример развития креативных индустрий Якутия, говорят эксперты. Там в последние годы открыли шесть телевизионных компаний, которые создают оригинальный контент республики, пользующийся огромным спросом. Сильные стороны есть и у нашего региона, уверены специалисты, и поэтому в Алтайском крае нужно создавать условия для креативного предпринимательства. Креативные индустрии, подчеркнули участники совета, должны значительно повысить туристический потенциал региона, повысить качество жизни населения и создать новые рабочие места. Большой вечер поэзии прошел в Барнауле. Его организовали друзья и поклонники творчества Аи Камлянской, дважды номинанты национальной литературной премии «Поэт года» и обладательницы премии Марины Цветаевой за вклад в русскую литературу. На творческом вечере состоялась презентация трех книг барнаульской поэтессы. О стихах с многоточиями расскажем в следующем сюжете. Уникальная возможность купить томик стихов с автографом автора выпала гостям «Вечера поэзии» Аи Камлянской. Устала нести всю ножу, устала куда-то бежать. Так хочется все бросить, все бросить себя понять. Но я женщина с совестью, в первую очередь мать. Стихотворение читали сама Ая и ее подруги и знакомые из женского клуба. Все произведения написаны в творческом порыве, без редактуры. И главное в них – чувства. Многие из них близки практически каждому. Одна стихотворение читала, я прям вспоминала свои отрывки из жизни, которые были отображены в данном стихотворении. И так как у меня, скажем, творческая деятельность, я вижу, как девушки раскрываются. То есть при каждом мероприятии, так скажем, мы сейчас задействуем, чтобы люди читали стихи, чтобы люди проявлялись вот так через стихотворение, так легче. Профессионалов в этой программе не было совсем. Поэтесса тоже любитель, но уже получила престижную медаль Марины Цветаевой и дважды стала номинантом национальной литературной премии «Поэт года» 2022 и 2023. Сейчас все чаще пишет стихи об СВО. Многим это откликается. Пишу стихотворения различные. Для начала писала о своих окружающих людях, о друзьях. А потом зашла к соседям, они смотрели новости и говорят, Люба, ну они следят за моим творчеством, Люба, почему ты не пишешь о войне? Я старалась эту тему не трогать, просто потому что для меня она болезненная. И как нам помочь? Как поддержать? Ведь им там не в мочь. Сейчас мы хочем спать. Спать рядом с детьми, с любимой в обнимку. Родные родители ждут на побывку. Вечер стихов – подарок от автора, пенсионерам, женщинам, участникам спецоперации и всем неравнодушным к изящному искусству. Айя считает важным творить благо для других, особенно когда мир в этом нуждается. Честно сказать, мы сначала думали провести это так местечково, нашим женским клубом совершенства и подружками Айи. Ну, по сути, просто собраться девочками, да, немного посидеть, поздравить ее, потому что выпустить сразу за несколько месяцев три книги – это дорогого стоит. Но потом мы поняли, что хочется большего масштаба и хочется порадовать как можно больше людей. И вот придали нашему концерту еще и социальную такую вот, ну, какую-то платформу. Три сборника стихов Айи Камлянской уже вышли в свет. Четвертый готовится к печати. Произведение барнаульской поэтессы Айи можно найти в соцсетях и на сайте стихи.ру. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком. День с толком.